Сегодня я вам расскажу, что такое самопрограммирование, дневник самопрограммирования. Это когда ты записываешь желания свои на листочке, и они сбываются. Я вижу, ты в шоке. Я тоже. И как же это происходит? Сегодня мы в этом разберемся, узнаем об этом. Это очень-очень-очень крутая техника исполнения ваших желаний. В этом видео я вам хочу рассказать, что это вообще за техника, как это работает, потому что я видела очень много комментариев в ТикТоке, что ребята пишут, у них ничего не получается. Такая же хуйня. Я тоже писал в ТикТоке, очень много писал, спрашивал. Почему мои желания не сбываются? Наконец-то мы об этом узнаем сейчас. По сути, это техника, которая заключается в том, что в свой какой-нибудь блокнот или же тетрадь вы выписываете все-все-все свои цели, желания, намерения, мечты в действительном или же в прошедшем времени. Так, мусор вынес, цветы полил, телефон-зарядка. Блядь, чё телефон-зарядка? Зарядить телефон, блин, вроде зарядка. Сука, чё я, зачем я это написал? Понять, я опять забыл, чё это значит. Как же это работает, спросите вы. В общем, у каждого человека есть отделение мозга, в котором находится РАС. Это ретикулярно-активирующая система. Главное добавить немножечко научных сводок, пошире улыбку и импровизации ещё, импровизации, эмоции. И тогда аудитория ваша. Типа, я гадаю на картах, и за это отвечает мой мозжечокогипоталамусный картиноид головной. Именно он отвечает за скопление всей информации, которую мы из восприятия информации по зрительному нерву, который проходит наш этот отдел. И он собирает всю информацию в общую, все сведения собирает в общую информацию из этих карт. Ну, вы поняли, короче. РАС отвечает за поступление информации в мозг, за её обработку и сортировку. То есть, какая информация доходит до нашего сознания, а которую мы просто пропускаем мимо. И самое интересное в этой системе, это то, что она не различает нашу реальность и наше воображение. То есть, например, если к нам поступает информация о том, что я зарабатываю 50 тысяч гривен в месяц, регулярно поступает такая информация. РАС, то есть, эта частичка мозга, она не понимает, это реальность или же это воображение. То есть, это не имеет никакого значения. Да, блять, действительно, я же тупорылый нахер, я не понимаю, что происходит вообще в жизни. По факту, я не понимаю, вот мне всегда больше все это удивляло, вот эти самовнушения и так далее, я думаю, блин, ну неужели так наивно, ты веришь в то, что какое-то выписывание, какое-то каждый день проговаривание, что ты, блять, чего-то добьешься, при этом ничего не делая, это очень странно. Поэтому даже если вы не зарабатываете 50 тысяч гривен в месяц, такая информация воспринимается за вашу действительность, и когда это есть ваша действительность, ваш мозг вот ставит фокус сюда, перестройка такой дорожки, значит, это наша реальность. Ёб твою мать, вот это интересное ещё отделение, ваш мозг, ну типа мы отдельно с ним живём, у меня есть какой-то ещё один мозг, и я, я и мозг отдельно, вот мы наёбываем свой мозг, так легко действительно, если бы это было возможно, я думаю, такая была бы суперспособность просто. Как-то я бегу до подъезда, и у меня просто говнина, извините, вываливается почти, я не могу, и тут я сосредоточился и сказал, я запрещаю тебе срать мозг, всё, скажи кишке, чтобы он, и всё, и я, с тех пор я не сру. Ещё один момент был интересный, да, однажды я сказал своему мозгу, я уверен в себе, мозг такой, да, интересно, ну ладно, хорошо, как скажешь, ну всё, с тех пор у меня, блядь, гарем тёлок просто, и ещё и главный по подъезду. Сейчас я хочу рассказать некоторые правила, то есть что важно знать при написании дневника самопрограммирования. Первое, самое-самое-самое важное, это регулярность. Это очень частая ошибка, многие просто написали на листочек свои желания, потом пишут, блин, вот у меня ничего не сбывается, у меня не работает, потому что это не просто написать свои желания на листочек, это ежедневное программирование своего мозга на ваши желания, на их реализацию. Так, я хочу себе сексуальный пресс, большие, огромные, мужские сиськи и самый огромный потенциал успеха, да, всё. Бля, реально каждый день надо писать, походу. Второй пункт, это правильная формулировка. Формулировка очень важна, а то мало ли дневник не поймёт, что ты хочешь от него. Во-первых, я думаю, ни для кого не секрет, что важно прописывать очень-очень детально свои цели и желания, то есть не просто там, я хочу себе новый телефон, а прописать какой телефон, его марку, количество гигабайтов, укажите, может, цвет, как именно вы его получили, то есть я там купила себе 14-й афон Pro Max на 256 гигабайтов, либо на 1 терабайт, либо же мне подарили, то есть как вы хотите, чтобы исполнилось ваше желание. Ёб твою мать, а вот это уже попахивает шизой какой-то, то есть я должен написать, что уже сбылось в моей жизни, это опасно, опасно, кстати говоря, играть своим сознанием. Вот я, например, поверил, что я великий ютубер и каждый день клепаю видосы. Не повторите мои ошибки, потому что, может быть, я мог бы построить что-нибудь более стоящее, а я до сих пор, а я себе верю, я записываю каждый день, говорю, я ютубер, мне кажется, что у меня 10 миллионов подписчиков. Ну да, это же так, правильно. Третий пункт – это время. Как я и говорила в начале видео, прописываем желания мы в настоящем или же в прошедшем времени, то есть не я хочу у себя айфон, либо же я хочу купить себе айфон, а я купила себе айфон 14 Pro Max, либо же у меня красивое и стройное тело. Да, все это, это, это складки, это не жир, это пух-пух-пух-пух-пух-пух. Это все, мне кажется, я красивая и стройная. Блядь, сосуду все равно хуево вставать. Когда же мы пишем наши желания в формулировке настоящего или же прошедшего времени, мы концентрируемся на том, что у нас уже это есть. Очень будет круто, если помимо дневника самопрограммирования вы будете делать другие практики по типу бюджуализации, аффирмация не обязательно, потому что это то же самое. Ну, например, медитации или практики благодарности. Ну, или попытаться встать на беговую дорожку, или выйти на улицу, побегать, ну, чтобы складочки подрастрясти, ну, это так, не обязательно. Главное, пункты соблюдать, а это в пизду потом. Ну, конечно, я понимаю, она имеет в виду, наверное, что, типа, надо совмещать эти все вещи. То есть ты бегаешь и думаешь, я похудею, я похудею, или сидишь там, работаешь и пересчитываешь деньги своего босса в бухгалтерии, думаешь, я заработаю, я заработаю на их фон там же. Вот. Но все равно это тупизм. Потому что в комбинации с другими практиками эффект просто-просто невероятный, говорю вам по личному опыту. Так вот, когда вы концентрируетесь на том, что у вас это уже есть, то... Ура, посмотрите, вот мой сынок, я его родила сама, мои фантазии. Вот мой айфон, видите, вот он какой интересный. А это что такое здесь, а? Тика-тика-тика-тика-тика-тика, что это такое, резиновое? Это молодость была, дурацкая фантазия. Здесь нужно это уже. Дурой была. То есть вы это прописываете, продомируете, еще будет безумно круто, если вы это будете визуализировать и ощущать. Вот это пипец реально. То есть я сяду, сприду, так встану, начну по квартире ходить. Ёпта мать. Подойду к столу, спрошу, здравствуйте, мне нужен новый айфон 15, а нет, 17 прос, петабайтом, оперативной памяти. Потом оббегает с другой стороны такая, а что это у нас нет такого? Такой снова оббегает с другой стороны, да. Ну ладно, я еще пойду в тетрадку, позаписываю и к вам приду, хорошо? Оббегает снова такая, да, хорошо, до свидания. Визуализировать. Прийти в ЗАГС, сказать, я хочу замуж. Поставьте мне на очередь, а ваш жених есть где у вас? Нет, он еще не визуализировался, но я работаю над этим. Я еще его не материализовала. Ну и также последний, четвертый пункт, это больше как мой совет, это делать практику медитации или благодарности перед дневником самопрограммирования. Спасибо, мой дневник, что сегодня у меня не было похмелья, потому что вчера было очень грустно. Ну что ж, это, конечно, очень интересно, но глупо, потому что все это основывается на твоем интересе. Если тебе интересно жить, если ты такой весь смешной, веселый, тебе всякую херню интересно делать, расставлять аромасвечи, чтобы дышалось лучше или перделось не так вонюче, записывать какие-то там цели, говорить, что у тебя все получится, ну, как бы себя не обманешь. Так, ладно, тут дело вот в чем еще. Самое интересное, что это все... Мы сейчас посмотрим, кто этим занимается. Одни ба... Девушки, красивые очень девушки. Понимаете, вот... О чем это говорит? О чем это говорит? Как вы думаете? Ну, наверное... Вот нахуя мне это здесь нужно? Вот скажите. Какого хуя, блядь, что это вообще такое? Постоянная трансляция. Спасибо, блядь, за рекомендации. Так, отстойные. Может быть, это что? Ебать, там, смотрите, там прям, это, трактаты какие-то, блядь, в символах, наверное. Потом потомки будут искать, думают, расшифровывать. Что это такое? Заклятие что-то какое-то. Что же это значит? Что же это значит? Почему же одни девушки? Ладно, не буду озвучивать. Наверное, просто, на самом деле, без оскорблений... Ну, девочки любят всякое. Пописать, пофантазировать и так далее. Здесь просто в глаза бросается. Вот. Ну, а так пишите, конечно, дневник программирования. Пожалуйста, ради бога. Я просто люблю, ну, подъебать, извините.